В эфире Диспозиция. Это Гагарин. Поехали. А польские власти-то в шапку не спят. За Украину топят, вооружают Киев. Да, о своем не забывают. Начали вот войско доукомплектовывать до штатов военного времени. Кто не в курсе, в Беларуси вообще нет ни одного соединения, заполненного по таким стандартам. А если бы мы начали накачивать под завязку воинские части, оказались бы сразу за Украиной в мировых топ-новостях. Кстати, первой в Польше запасников начала получать дивизия имени Тадеуша Костюшко. Надеюсь, экзистенциальной связи, наименования и целей формирования нет. Историю-то оригинально трактуют соседи. Да и информационное противоборство никто не отменял. Это, конечно, специальные мероприятия, информационно-психологические мероприятия. И в этом смысле мы где-то сталкиваемся с чем-то новым. Это, по сути, новый вид оружия. Поэтому нам здесь нужно учиться и защищаться, ну и иметь, наверное, таких же тоже специалистов, чтобы они понимали методы ведения и противодействия вот таким мероприятиям. Вообще же, нынешнюю активность Варшавы связывают с подготовкой так называемого миротворческого контингента для Украины. Но аппетиты у западных соседей имеют обыкновение расти. Да и мало ли, как ситуация может повернуться. Тем более, тут и соблазн рядом. К примеру, в направлении Беларуси. И дороги, и вся военная инфраструктура построена и проверена боевой техникой. Да и места для баз снабжения определены. Когда успели партнеры? Да когда мы в 21-м наивно удивлялись, зачем эта Польша против безоружных беженцев, пару десятков тысяч, солдат с тяжелым вооружением отправила к рубежам Беларуси? Славная репетиция отгремела. А если нет, то рассматривать подобные маневры наше военное руководство обязано именно как тренировку для переброски войск соседнего государства к западным границам республики. И ответ у нас соответствующе должен быть. Поэтому и громко на полигонах. Президент дал стопроцентную гарантию, что мы не будем втянуты ни в какие военные действия и спецоперации. А военным сейчас, главное, выучка, отрабатывать все оперативно-тактические какие-то вещи. То по месту дислоцирования, конечно, да. Ну и это уже не секрет, что наша армия сейчас будет оснащена лучше. То есть идет закупка определенного вооружения в Российской Федерации. Так диктует реальность. В сложившейся ситуации с Польшей показателен еще идеологический момент. Варшава, похоже, решила демонстративно форсировать раскол с Москвой, да и с нами, по особенно чувствительным направлениям. Как еще объяснить недавний хайп на сносе памятника красноармейцам в Хжовице? Чтобы посмаковать, прямой эфир организовали. Зрелище экое. Словно футбол. Кто-то сомневался в Польше, каким будет эффект восточнее. С какой болью это воспримут потомки советских бойцов. Но мы никогда не будем действовать в святых вопросах зеркально. А потому у памятника польским воинам, погибшим в боях под Ленино, всегда будут цветы. Таким будет наш ответ. Редактор субтитров А.Семкин